Добрый вечер! В эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. За нами правда, за нами Россия. Сегодня в Кремле Владимир Путин подписал договор о присоединении новых территорий к Российской Федерации. Историческое событие ознаменовалось праздничными мероприятиями, которые прошли сегодня в регионах страны. Первая группа из Карачао-Черкесии, призванная из запаса в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебные центры по программе боевой подготовки. Ряд предприятий Карачао-Черкесии приступили к производству вещей для мобилизованных бойцов. Одно из них расположено в ауле Цыш. Российская Федерация пополнилась четырьмя новыми регионами. Донецкая Народная Республика, Луганская, а также бывшими территориями Украины, Запорожской и Херсонскими областями. Договоры подписал президент Владимир Путин и главы новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. По словам Владимира Путина, жители этих регионов стали гражданами России навсегда. Следующий шаг – ратификация в Госдуме и Совете Федерации. Своё будущее быть с нашей стороной люди выбрали сами. Это показали референдумы, где явка была рекордной, а результаты более чем высокими. Сегодня в регионах России прошли концерты в честь вхождения новых территорий. Жители Карачао-Черкесии поддержали граждан Республики, Республик Донбасс и освобожденных территорий, придя сегодня на мероприятия в Черкесске у Стеллы Дружбы. Российский народ продемонстрировал патриотизм, сплоченность и очень рад тому, что жители этих территорий вернутся на свою родину. Добро пожаловать на историческую родину. Здесь вам никто не запретит говорить на русском языке. На любом языке, который является для вас родным, как говорят на своих родных языках более 300 народов нашего необъятного Отечества. Здесь вы будете под защитой мощного, суверенного, правового государства. Станете его полноправными гражданами. Патриот своей страны. Я очень приветствую вхождение в состав нашей страны, вернее, в возвращение исконно русских, российских, советских земель, таких как Донецка, Луганска, Херсона и Запорожской области. Я это очень приветствую. Мы надеемся, что этот референдум очень много даст людям. Даст, в первую очередь, свободу выбора в своей жизни, как они хотят жить, чтобы они нормально жили, работали. И чтобы уже закончилась эта агрессия со стороны Украины в отношении людей. Чтобы все было у всех хорошо. Надеемся на лучшее. Надеемся, что теперь, когда в составе России мы будем, все будет хорошо. Люди этого хотели очень. Первая группа из Карачаево-Черкесии, призванная из запаса в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебные центры по программе боевой подготовки. На базе военной части 34-й отдельной мотострелковой бригады составилась торжественная отправка. С наподственными словами перед мужчинами выступил председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов. Руководство администрации, главы и правительства республики. Атаман Баталпашинского казачьего отдела, представители религиозных конфессий, общественных организаций, политических партий, а также жители республики. От имени главы Карачаево-Черкесии военнослужащих поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Мы столкнулись с очень большой опасностью со стороны наших врагов. И руками и украинцев, и натовского оружия, наемников хотят в первую очередь разрушить нашу страну. Я хочу пожелать вам удачи, успехов. Пообещать, что мы будем заниматься тылами вашими, тех, кого мобилизовали. Мы будем следить за соблюдением всех социальных прав и гарантий, по максимуму помогать вашим семьям. И самое главное, хочется попросить вас, чтобы вы вернулись живыми, здоровыми и с победой. Успехов! Военнослужащие пройдут подготовку на полигонах и учебных центрах по программе боевой подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. В завершении подготовки военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. Мобилизованные граждане, призванные из запаса, прошли одиночную подготовку на различных полигонах Карачао-Черкесской республики. С ними были проведены занятия, одиночная боевая подготовка. После этого они будут на боевое слаживание, будут механики-водители, будут обучаться своей профессии, вспоминать, что они делали до этого. Отличный настрой, боевой дух на высоком уровне, морально-психологическое состояние. У всех просто замечательно, все готовы обучаться, изучать профессии. Все мои братья здесь, соответственно, когда узнал, с работы уехал, сам пришел сюда, чтобы уехать со своими ребятами. Занимаются здесь с нами, проводили и стрельбы, и подготовка, все это было. Все на высшем уровне. Если кто-то говорит, что кому-то чего-то не додали, это все ложь. Они выдают все и стараются каждому, каждому индивидуально сделать условия, чтобы человек был подготовленный, одетый, обутый, сытый и уехал вместо дислокации. Настрой у нас сильный, боевой дух подняли, ребята. Там сейчас находятся наши ребята, которые за нашу отчизну, за наше спокойствие, за нашу родину, землю, которые воюют. Мы едем на подкрепление к ним, чтобы отстоять свою родину, свое спокойствие, свои земли. Боевое слаживание на все 100% мощно прошлись. Все друзья, все братья стали, честно скажу, учились стрельбу, правильно стрелять, сплочение проявлять, как себя вести, чтобы друг друга спину прикрывать, не оставлять в бою своих друзей и товарищей. Все отлично. Будем живы. По-любому все вернемся. Все будет хорошо. Мы сейчас здесь все доедине. Русские качаются, бензин, черкесик, не имеют значения, наградят. Мы все одна семья. Мы идем совершать свою родину. Настрой боевой, мужской, будем крепиться. У нас настроение есть, если у кого-то нет, будем поднимать, субханаллах. Мы все вместе, мы сила. Я горжусь тем, что у нас все-таки есть, в нашей республике, в нашей стране такие люди. Вот у нас здесь очень много добровольцев. И надо защищать родину, надо защищать семью, надо защищать всех. Если есть угроза, лучше остановить ее извне нашей страны и не допустить, чтобы они сюда пришли. Родители, матеря, сестры, братья, кто дома, отцы, не переживайте. Мы ненадолго туда и обратно. Мы еще приедем очень быстро, иншаллах. Поэтому не скучайте сильно, вы не успеете соскучиться, а мы вернемся, ребят. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. До плюс девятнадцати. В Черкесске без осадков, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 25-27 градусов тепла. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. Ряд предприятий Карачао-Черкесии приступили к производству вещей для мобилизованных бойцов. Одно из них расположено неподалеку от республиканской столицы в ПСЖ и выполняет заказ республиканского Минпромторга и Торгово-промышленной палаты республики. О том, что шьют для военнослужащих, в репортаже корреспондента Артура Мхце. Это с виду не сильно отличающееся от соседних домов строение на самом деле место, откуда вот уже пару лет в медучреждения Карачао-Черкесии отправляются партии сшитых средств индивидуальной защиты. Созданное в 2018 году в ПСЖ небольшое предприятие первоначально специализировалось на пошиве постельного белья, домашней одежды, текстиля, футболок, спортивной одежды. Но затем, следуя требованиям времени, представители организации стали вносить посильный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. И вот теперь пришла очередь для выполнения нового заказа. Когда в стране появилась необходимость в связи с сложившейся ситуацией, мы сейчас в данный момент отшиваем трикотаж для мобилизованных. Это будет футболка и лонгслив. На данный момент мы отшиваем тысячу штук футболки и тысячу штук лонгслива будет. По заказу Минпромторга и Торгово-промышленной палаты. Мы сшиваем футболки. Берем спинку. Ложим колочь. По одной детальке. Сначала плечевые соединяем. Так, ткань под умелыми руками постепенно превращается в то, что впоследствии будут носить мобилизованные от Карачао-Черкесии военнослужащие. Помимо этого, работники предприятия получили заказ и на пошив для бойцов свитеров, нижнего белья, термобелья. Широкая линейка размеров. Разумеется, большое внимание уделено и качеству изделий. И заказчики из Минпромторга и Торгово-промышленной палаты, и исполнитель понимают важность и необходимость того, что производится. Все должно не просто быть в наличии. Необходимо, чтобы вещи и белье не создавали у людей ни малейшего дискомфорта. Учитывая периодически меняющиеся погодные условия, высока вероятность, что в скором времени поступят и другие заказы. Артур Махцея, Расул Бердиев. Вести. Карачао-Черкесия. Абазинский район. Благодаря патриотизму наших отцов и дедов мы сегодня живем в мирной стране и имеем возможность учиться, трудиться, говорят те, кто проходил службу в Афганистане в зоне боевых действий. Войны и интернационалисты делятся своим опытом с молодежью. У нас по ком веков сложилось так, что при любой малейшей угрозе, которая грозит нашей стране, все мужчины вставали изнышно на защиту своей Родины. Вот сегодня, я думаю, это такая же обстановка. Нам грозят, и грозят немало стран. НАТО это где-то около, насколько я помню, стран 50 существует. И они все равно воюют сегодня против России, против нашей страны. И вот те ребята, которые поехали на защиту своей Родины, я думаю, они настоящие мужчины. Мужчины, которые решились, как и наши предки, встать на защиту своей Родины. Я хотел бы всем остальным тоже не бояться того, что там идет война. Как бы там ни было, надо защищать свою страну. И все наши ветераны, которые защищали нашу страну, к ним всегда было какое-то особое отношение. Их всегда почитали, и четыре уважали. И думаю, их тоже мы будем точно так же учить, уважать. Это «Все вести». Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе». В семье единой концерт дружбы на главной сцене России. У вас есть уникальная возможность увидеть творчество, национальный колорит, богатую многовековую культуру трех братских республик. Артисты Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Лучшие песни и танцы. Незабываемый концерт смотрите на телеканале «Россия» в воскресенье, 2 октября, в 7 утра, первая часть. 9.00. Смотрите продолжение концерта. Не пропустите яркое зрелище в Кремле.